Проект закона Республики Татарстана о бюджете подготовлен в соответствии с требованиями, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан. В структуре законопроекта 22 статьи и 31 приложения к законопроекту прилагаются документы и материалы, предусмотренные Бюджетным кодексом. Документы и материалы содержат информацию о наиболее полно отражающем процессе формирования бюджета, основные из них прогноз социально-экономическое развитие на 2017-2019 годы и анализы его исполнения, основные направления бюджетные и основные направления налоговой политики, расчеты по доходам, ожидаемая оценка исполнения бюджета, методика расчета субвенции, паспорта государственных программ. Сценарные условия формирования доходной части вы видите на экране. Процесс работы по формированию бюджета на 2017-2019 годы Министерством финансов совместно с Министерством экономики, налоговой службой, отраслевыми министерствами, предприятиями, проведены расчеты по прогнозу отдельных налогов, рассматривались предложения муниципалитетов по формированию доходной части местных бюджетов. В результате совместной работы с муниципальными образованиями прогноз по объему доходов местных бюджетов согласован с ними без разногласия. Далее перехожу в характеристики отдельных доходных источников бюджет на 2017-2019 годы. В докладах будут названы показатели на 2017 год. Прогнозные параметры на плановый период 2018-2019 годов вы видите на экране. Наиболее объемными доходными источниками бюджета является налог на доход физических лиц, налог на прибыль и налог на имущество организации, составляющие от общей суммы собственных доходов в консолидированном бюджете 73% и в бюджете республики 78%. Поступление налог на доход физических лиц в консолидированном бюджете республики Тарстан в 2017 году прогнозируется в сумме 64,3 млрд рублей, в бюджете республики 45 млрд рублей. Расчеты по налогу производились исходя из прогнозированного Министерства экономики фонда оплат труда, темпов ее роста и среднего процента изъятия налога. О налог на прибыль. При оценке налоговых поступлений использованы данные бизнес-проектов крупных и средних организаций республики. На совещаниях с участием Министерства экономики, налоговой службы отраслевых министерств рассмотрено 151 предприятие, которое уплачивает бюджет порядка 60% налога на прибыль. По этим данным налог на прибыль прогнозируется в объеме 63 млрд рублей. Одновременно необходимо отметить, что прогнозы по налогу не учтены и возможны риск потери доходной базы, в связи с обсуждаемым на федеральном уровне предложением о передаче 1% налога на прибыль в федеральный бюджет, а также об увеличении налога на нагрузку на нефтяную утрасель. Прогноз поступления акцизов на 2017 год в консредельный бюджет Республики Тарстан составляет 25,8 млрд рублей. Бюджет Республики 25,1 млрд рублей. Структура акциза по виду под акцизом к товару вы видите на экране. Идентичность объемов на 2017 год и плановый период объясняется наличием на этапе формирования прогноза по акцизам удерживающих ставок только на 2017 год и отсутствием прогноза по ним на плановый период. Следующий налог – налог на имущество организации. В 2017 году он прогнозируется в размере 21,5 млрд рублей. При прогнозировании учтено изменение налогового законодательства в части налогообложения торговых объектов и имущества естественных монополий. Налог на имущество физических лиц, полностью зачисляемый бюджет муниципальных образований, оценивается порядка 1 млрд рублей. Значительным доходным источником бюджета муниципальных образований является земельный налог. Его поступление в 2017 году прогнозируется в размере 6,8 млрд рублей. Поступление транспортного налога оценивается ежегодно в размере 3,5 млрд рублей. В соответствии с бюджетным кодексом Республики Тарстан транспортного налога будет направлен в Дорожный фонд прогнозных объемов. При расчете налога учтены возможные потери бюджета по грузовым автомобилям, грузоподъемности свыше 12 тонн, зарегистрировано в Республики Тарстан, по которым в соответствии с федеральным законодательством предусмотрено представление налоговых переференций на сумму внесенных платежей за проезд по федеральным дорогам. Поступление по налогам на совокупный доход в 2017 году прогнозируется в объеме 7,8 млрд рублей. Структуру налогов вы также видите на экране. Прогноз формированный исходя из отчетов налоговых органов и динамики фактических поступлений. Неналоговые доходы конституционного бюджета прогнозируются в объеме 8 млрд рублей, бюджет Республики Тарстан 3,7 млрд рублей. Доходы бюджета Республики не включены в федеральные средства в связи с переносом срока внесения федерального бюджета в Государственную Думу на конец октября. То есть мы его с вами будем рассматривать вторым чтением. Далее расходы к бюджету. Говоря о подходах к формированию прогноза конституционного бюджета Республики Тарстан по расходам, отмечу, что бюджет ориентирован на реализацию послания президента Республики Тарстан Государственного Совета Республики Тарстан. В соответствии с этим структурой расходов заложены необходимые макроэкономические индексы дефляторы. На слайдовый веке расходный индекс дефлятора на 2017-2019 годы. Для справки проинформирую вас, что Министерство финансов Российской Федерации готовит федеральный бюджет на 2017 год, в объемах уровня 2016 года. На экране вы видите динамику расходов федерального бюджета и конституционного бюджета Республики Тарстан. На основе федеральных подходов и индексов дефляторов были сформированы сценарные условия формирования бюджета по расходам и проведены совещания по рассмотрению предложений Республиканских министерств и ведомств, а также муниципальных районов и городских округов по расходам. Хочу проинформировать, что по сценарным условиям формирования расходов Республиканских министерств и ведомств, бюджетов муниципальных районов и городских округов разногласия не имеется. В то же время предложения министерств и регионов сверхсценарных условий обобщены. По отдельным актуальным вопросам президентам принято положительное решение. По ряду вопросов волнующих муниципалитетов принято решение во учете их процесса исполнения бюджета в зависимости от объемов мобилизации доходов. В результате проведенной работы Министерством финансов Республик Тарстан составлено прогноз по расходам на 17-19 годы бюджета Республик Тарстан, 45 бюджетов муниципальных районов и городских округов, 911 бюджетов поселений, образующих консолидированный бюджет. Все бюджеты муниципальных образований прогнозируются бездефицитными. Отмечу отдельные тенденции, характеризующие расходы бюджета в свете решения задач, поставленных в послание президента Республики Тарстан. Растут первоочередные социально значимые расходы. Плановый бюджет на 17-19 они вырастут на 2,9% и составит 70,1% от общего объема расходов. Предлагается продолжить начатое предыдущие годы финансирование строительства, капитальный ремонт объектов в социально-культурной сфере и общественные инфраструктуры. В 2017 году планируется продолжить финансирование республики социально значимых мероприятий, действующих на протяжении ряд лет общим объемом 5,1 млрд рублей.